Привет, друзья! Это видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Хочу вам представить Сергея. Вы уже видели его у нас на канале. Он российский предприниматель, глава холдинга «Собидон Групп», которая компания попала под рейдерский захват. Эта компания сейчас принадлежит уже не Сергею, или еще тебе принадлежит? Компания принадлежит еще мне. Ну, фактически ты не управляешь, потому что... В моей компании уже работают чужие люди, без договоров. Просто пришли, как в 90-х, и захватили. Только это сейчас 2016 год. А твоего компаньона посадили в тюрьму, он сидит в тюрьме. В комплексе сидит, да, в СИЗО. Твои директора, управляющие тоже сидят, да? Значит, мои партнеры, нормальные партнеры, некоторые горы, их тоже закрыли и посадили. Причем среди этих партнеров есть такие простачки, как номинальные директора. Вам, наверное, это уже знакомо слово. Есть такой номинальный директор Ренат Азизов в компании «Собидон Рузина», которого попросили стать директором за буквально 30 тысяч рублей в месяц, подписывать, расписываться, в общем-то, и нести ответственность. Вот он и согласился стать директором. И сейчас он все в тюрьме? Сейчас его схватили. Причем все знают, что он номинальный директор. Все знают, что он там был несколько месяцев в этой компании. Но это никого не интересует. Я знаю, кто его попросил. Я знаю... Хорошо, но вот ты уже находясь в Америке, почему ты ему не предложил помощь, чтобы он смог уехать? Мы списывались, он очень хотел оказаться в Нью-Йорке, очень хотел. У него минимум средств. Пока он думал, его арестовали. Мы списывались. А ты ему не говорил, что думать нужно одну минуту? Говорил, говорил. Так что, к сожалению, у него осталась дочка годовалая с безработной женой. Они сидят дома. Я с ними общаюсь, их поддерживаю. Конечно, мы не верим в то, что Рената выпустят, но не послушал Ренат. И очень хотелось бы выразить слова тем людям, которые сфабриковали это дело. В числе них находится Сергей Лик, который подливал огня. А кто это такой? Это сотрудник IPT Group. Это консалтинговая известная фирма по России, которая обслуживает счета 10 олигархов в России. И в этой компании работают мошенники, которые под видом клиентов заходят в компанию, под видом предлагают свои услуги. Потом узнают о компании все. Это началось у нас в 2013 году. Узнают всю информацию, узнают слабые места. И на эти слабые места начинают нажимать. То есть фактически Сергей Лик и его товарищи, они пришли, устроились на работу к вам или купили что-то у вас? Они стали клиентами. Начали вынимать информацию и фактически ее слили в правоохранительный орган. Создали десятки социальных форумов, сетей, площадок, аккаунтов, на которых мнимые персонажи писали, что не стоит обращаться в эту компанию, что она плохая, что там есть какие-то и такие-то проблемы. Тем самым понижали ее рейтинг в строительстве. Ну а ему какая разница? Сейчас эту фирму забрали. IPT Group обслуживает Urban Group. Вот связка. IPT Group и Urban Group. Сейчас на этой земле уже находится Urban Group. Urban Group устраняет конкурентов через юридические фирмы. Urban Group это фирма, аффилированная с Воробьевым и Собяниным. Это губернаторская компания. И вот вам связка. IPT Сергей Лик, IPT Group, Urban Group. То есть Urban Group фактически отмывает деньги бюджетные, скорее всего, и как-то их же не трогают. В Urban Group везде зеленый свет. Никому строиться не дают в Москве и в Подмосковье, только в Urban Group можно. Поэтому просто в этой всей ситуации страдают тысячи людей. Во-первых, человек садится в тюрьму. Ни за что. Страдает его дочь, страдает его семья. Во-вторых, все люди, которые верят в компанию и покупают дома, в один момент понимают, что все, все лопнуло. Нет этой компании. Пришел какой-то Urban Group, который сказал, я буду строить то, что захочу строить. Хорошо. Но вот они считают, что ты миллионер, что ты украл 4,5 миллиарда рублей, что у тебя тут виллы, яхты, любовницы и так далее. Ну, я лично знаю твою историю и знаю, что там работал сейчас просто действительно помощником строителя. И знаю, что ты живешь в Бруклинте в простой квартире. Так люди себя не ведут, во всяком случае, которые украли 4,5 миллиарда. С их слов. Вот почему они это делают? Им просто выгодно таким образом показать, что вот козел пущения ты и там твои директора? Захват предприятия. Россия вернулась в 90-е. Захват бизнеса, рейдерский захват, сфабрикованы уголовные дела. Все, вот этот паровоз так вот идет и все. Все на своем пути, если у них есть связи. У IPT групп есть связи, у Urban Group есть связи. Если ты являешься конкурентом и стоишь на пути и достиг каких-то высот, все. Ну, а как доказать тебе, что у тебя нет их 4,5 миллиардов, что действительно эти деньги... Ну, я имею в виду не доказать ментам, им там бесполезно доказывать, а простым вкладчикам твоим, чтобы они поняли все-таки. Есть ли люди все-таки, которые понимают, что у тебя нет этих денег? Я жду суда, я буду обжаловать все решения. Ну, подожди, ну суд там ментовской, путинский, понятно, что его вынесут как нужно. Ну, вот у тебя там какое количество вкладчиков у вас было, кто купили у вас дома? 850 семей. 850 семей. Из них все 850 верят вот этим ликом и его банде? Да. Абсолютно все. Да, у нас народ без своего мнения. Вот то, что написали в интернете, то, что позвали их там собраться и обсудить какие-то вопросы, у них нет своего мнения, нет своей головы. Они способны думать, вот как один крикнул, так они все и киваются. То есть человек, который украл 4,5 миллиарда рублей, он пошел сработать строителем, да? Да, какой строитель? Я заработал какие-то деньги и поехал на аукцион покупать машину. Я не купил машину, потому что мне не хватило 200 долларов, 200 баксов. Я вернулся обратно за 200 баксов. Ты снимаешь это все на своем канале, показываешь. Да, просто смысл того, что из этой страны надо бежать. Я не призываю там обращаться кому-то за какими-то оформлениями документов, ничего. Зайдите на мой канал, я про Рената выложу ролик, как парень попал под замес мощных силовиков, сидит в тюрьме ни за что. Следователи это знают, Урбан Групп это знает, Эпи Групп, Сергей Лик это знает. Но людей сажают за что? Они не совершали преступления. Хотя на его месте должны сидеть эти рейдеры, которые действительно украли компанию. Да, так это никогда не наступит, этого не будет. Понятно, таких примеров очень много. И Арбат Престиж, и Эльдорадо, и Санрайз, компаний таких огромные. И моя компания тоже сейчас в руках людей, которые просто забрали ее силовым методом и сейчас переименовали и делают что хотят. Таких примеров очень много. Я считаю, надо бороться, и у нас есть возможность бороться, потому что мы находимся в Америке. Нам не закрывают рот, потому что я в России боялся открыть рот и вот так вот снять видеообращение на Ютубе. Я боялся, меня убили. У меня было три нападения. Чеченцы на меня нападали три раза внутри Москвы, возле моего дома. Мне разбили машину, меня обили, мне подставляли пистолет. С меня вымогали 16 миллионов рублей. Это все было. И сейчас здесь, находясь, я чувствую себя в безопасности. Я могу говорить. И мы можем хоть что-то сделать. Хорошо, что ты говоришь. Хорошо, что ты все-таки хотя бы пытаешься как-то открыть людям глаза. Я понимаю, что там и 150 человек верят. Не тебе пока, но рано или поздно, я думаю, все равно какая-то часть людей образумится и поймет. С этими людьми я общаюсь отдельно на своем канале. Я им предложил пути решения. Эти люди верят все равно своим мошенникам, своим захватчикам бизнеса. То есть ты готов поговорить с людьми по скайпу? Я готов дать советы. Я готов сказать, что надо сделать. Как быстро получить кредит. Как быстро начать строить. Я готов. Есть команда. Я готов. Но окей, если они считают, что там люди честнее и их рыться не в пушку. Работайте с ними. Вы потеряете все в итоге. Понятно. Скорее всего, этот Urban Group предложит им заплатить еще пару стоимостей этих коттеджей, чтобы достроить. Либо вообще ничего не достроить. Просто заберут землю и все. Urban Group не признает дольщиками пострадавших людей. Почему? Потому что нет договоров ДДУ и нет страхования. Эти люди не являются дольщиками. Urban Group сделает все, чтобы их не было в списках. То есть их задача забрать землю и все. Понятно. Спасибо тебе за рассказ. Мы будем держать в курсе, как будут развивать события Сергея. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...